Добрый вечер, мы продолжаем выпуск в студии Лунара Бекпусинова. В начале коротко о главном. МЧС бьет тревогу. 13 областей могут затопить паводковые воды. В зоне риска подтопления остается 255 населенных пунктов. Это более 127 тысяч домов и около 700 тысяч граждан. Удастся ли избежать наводнения и почему Акимы не спасают свои регионы от большой воды? Пациенты психдиспансера в Актау заявили об издевательствах и зашили себе рты. Санитары залетали, угрожали, избивали. Как на это отреагировали врачи и удастся ли больным добиться справедливости? Настоящая трагедия. Сотрудник театра умер во время спектакля в Павлодаре. По приезду бригады скорой помощи диагностирована биологическая смерть мужчины 1979 года рождения. Что на самом деле произошло за кулисами? Арестован бывший заместитель директора национального музея Алмаза Нурасхана подозревают в хищении бюджетных средств. По данным антикоррупционной службы он похитил 221 миллион тенге. При реализации проекта международной выставки шествия золотого человека по музеям мира. Других подробностей в антикоре пока не сообщают. Со санкцией специализированного Межрайонного следственного суда города Астана Нурасхан Аше заключен под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению. Настоящая трагедия разыгралась прямо во время спектакля в Овладарском театре имени Чехова. В разгар постановки у работника сцены оторвался тромб. Его хватились, когда занавес не закрылся после объявления антракта. Владимира Бойкова коллеги обнаружили в кабинете без признаков жизни. На сцене шла комедия о женихе. А в это время за кулисами замертво упал сотрудник театра Владимир Бойков. Среди зрителей оказались врачи. Они попытались провести реанимацию, но мужчина так и не пришел в сознание. Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть. Второй акт. Играть не стали. Было очень приятно, что вот так вот зритель откликнулся на ту беду, которая произошла. Но, к сожалению, не удалось нам спасти нашего работника. И действительно, это очень большая потеря для театра. Потому что он действительно отдавал себе полностью. Очень много сделал и для театра, и для развития театра. Владимир служил в театре не только как монтировщик сцены. Он играл эпизодические роли, был ярким и колоритным, говорят коллеги. Приглашали его и в качестве помощника режиссера, ассистента, суфлера. И всегда он работал с полной отдачей. Он всегда поможет, всегда подскажет, всегда все сделает так, как нужно. Он просто-напросто как бы настолько любил свою профессию. Вот он как бы вырос на театре, он пришел молодым. И вот он впитывал как губка все. И режиссером с ним было очень легко и хорошо работать. Коллеги по творческому цеху говорят, Владимир никогда не жаловался на здоровье. У него остались трое детей, младшему из которых нет еще и года. На станцию скорой помощи поступил вызов по адресу Астана 66. По приезду бригады скорой помощи диагностирована биологическая смерть мужчины 1979 года рождения. Несмотря на траур всей труппы, сезон прерывать нельзя. Актеры выйдут на сцену уже на второй день после панихиды, но уже без любимого члена их творческой семьи. Раис Мурканова, Арман Якубов, Астана Таймс, Павлодар. Кровавый угон в Алматы. Автовор порезал себя ножом при задержании. Это произошло днем на глазах у десятков горожан. Началось все с того, что в полицию позвонил мужчина и сообщил, что его машину угнали в микрорайоне Аксай. Он уже преследовал подзазреваемого, затем к нему присоединились стражи порядка. Оказалось, злоумышленник был вооружен канцелярским ножом. А когда понял, что скрыться не получится, порезал себе шею и живот. На этих кадрах видно, как он лежит в луже собственной крови. Угонщика доставили в больницу, врачи провели операцию. У его палаты выставлена охрана. К слову, на угнанном авто мужчину успел совершить ДТП. В полиции завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или без цели хищения». Подзреваемому может грозить до двух лет тюрьмы. По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Более детальные обстоятельства будут установлены позже. Продолжаем. Частный дом взорвался в Актюбинской области. Без крыши над головой осталась семья из шести человек. Все они сейчас в больнице. А специалисты выясняют причины ЧП. Репортаж моей коллеги Ольги Литвиной. Трагедия произошла накануне в селе Маржанбулак. Взрыв прогремел как раз в тот момент, когда семья готовилась к празднику. Ударная волна моментально превратила дом в руины. Я как раз открыл дверь своего дома, и тут взрыв произошел. У нас дома рядом, и меня ударной волной отбросило. Все моментально обвалилось. Стены, крыша. В том доме моя дочь находилась. Она тоже пострадала. Четверых человек доставили в больницу. Одного из членов семьи позже отпустили домой. Остальные находятся под наблюдением врачей. Один ребенок, 17 лет, доставлен был в Центр охраны материнской детства с диагнозом термический ожог. Два взрослых госпитализированы с диагнозом термической ожоги. Первая и вторая степень, там процент около 10%. Спасатели рассказали, предполагают, что в доме произошел хлопок газовоздушной смеси, но баллона не обнаружили. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники газовой службы. Причины обстоятельства произошедшего предстоит выяснить специалистам. Тем временем в ДЧС еще раз напомнили о правилах безопасности. А именно, регулярно проверять систему отопления, газовое оборудование, а газбаллоны не заполнять доверху. Спасатели говорят, такие меры помогут сохранить и жизнь, и имущество. Ольга Литвина, Нуркен Жалмухан, Астана Таймс, из Актюбинской области. После страшной аварии с юными волейболистами в Актюбинской области их тренер остается парализован. Врачи не берутся делать прогнозы по его состоянию. Напомню, в декабре команда из девяти детей и их наставник выехали на соревнования из Тимирского района в областной центр. Ехали в семиместной машине, вел которую заместитель директор спортшколы. По дороге авто перевернулось, погиб один ребенок. Остальные получили травму. Почти месяц подростки были в больнице, двое в реанимации. Сейчас всех выписали, но некоторые нуждаются в длительной реабилитации. Молодой тренер же сначала впал в кому, сейчас пришел в сознание, но обездвижен. Поражена центральная нервная система. Прогноз сейчас сдавать трудно, но, скорее всего, полностью уже не восстановится. По факту ДТП возбудили уголовное дело под следствием по-прежнему зам директора ДЮС США. Трагедия вскрыла большую проблему. На 38 спортшкол региона приходится всего 9 автобусов. Поэтому в бюджет заложили более 220 миллионов тенге на покупку транспорта. 12 автобусов мы будем закупать. Во все районы области мы предоставим автобусы. Конкурс на следующей неделе будет объявлен. Тем самым весной уже будут автобусы. Ажар Генияд написала заявление в полицию на бывшего вице-министра здравоохранения. Поводом для обращения в правоохранительные органы стала электронная онлайн-петиция в поддержку подсудимых Ельжана. Амбертанова и Олжаса Абишева. Последний ранее показал в суде скриншот документа с подписью нынешней главы Минздрава. Мне позвонили с полиции, сказали, что на меня было подано заявление от госпожи текущего министра здравоохранения Ажар Генияд касательно тех материалов, которые были озвучены в данном суде. Меня просто это удивило, потому что все эти материалы, они были использованы с открытых источников. Это не инсайдерская информация. И почему именно на меня было подано заявление в полицию, я не могу понять. В итоге адвокат Абишева попросила время на изучение заявления. Напомню, суд первой инстанции в конце октября прошлого года признал Бертанова и Абишева виновными в злоупотреблении должностными полномочиями. Сейчас они оба пытаются обжаловать приговор. Продолжаем. Вопиющее преступление произошло в семье. На 52-летнего мужчину с инвалидностью среди бела дня напал грабитель. При этом отобрал всего 4000 тенге. Подозреваемого задержали. Им оказался 50-летний местный житель. Теперь ему может грозить реальный срок до 4 лет тюрьмы. Более 8 миллиардов тенге вложили казахстанцы в финпирамиды в минувшем году. Это почти на 25 миллиардов меньше, чем годом ранее, сообщает РНКИЗ со ссылкой на Генпрокуратуру. 2021 вообще стал периодом расцвета финансовых пирамид в Казахстане, считают аналитики. Мошеннические сети окутали не только мегаполисы, но и отдаленные регионы. Жертвами стали более тысячи человек. К сожалению, возмещают обманутым вкладчикам по-прежнему мизерные суммы. Всего лишь 4% от ущерба. Напомню, агентство по регулированию и развитию финансового рынка открыло специальный телеграм-бот, где желающие инвестировать деньги в какую-либо компанию могут проверить ее на признаки финпирамиды. В Анкаре растет возмущение провокации шведских активистов, которые публично сожгли Куран в Стокгольме. В турецком МИДе это назвали актом вандализма против ценностей мусульман. Власти Турции даже отменили назначенный на 27 января визит в Анкару главы Минобороны Швеции. Чем закончится это противостояние, расскажет моя коллега Анара Сюмбаева. Эти кадры облетели полмира. Ультраправый шведский политик Расмус Полудан сжигает Коран в центре Стокгольма. Так активисты показали свою приверженность борьбе за свободу слова, чему якобы препятствует Турция. В Анкаре назвали эти действия подлым антиисламским поступком против мусульман под маской свободы самовыражения. Если кто-то, называющий себя политиком в Швеции, может сжечь Коран перед турецким посольством, конечно, ответом на это будут собрания людей на площадях. Мы решительно осуждаем этот акт. Ни один мусульманин не может принять это. Это оскорбление на всех нас. После такого неуважения к Корану он не сможет спать спокойно, поскольку он вызвал ненависть трех миллиардов мусульман и стал их врагом. Отношения двух стран обострились после 11 января, когда в центре Стокгольма курды сожгли чучело турецкого президента. После этого шведские власти не только не помешали, но и официально разрешили проводить другой митинг, во время которого и сожгли исламскую святыню. В Турции сразу дали понять, о поддержке при вступлении Швеции в НАТО можно не рассчитывать. Если вы действительно уважаете права и свободы, сначала вам нужно уважать религиозные убеждения Турецкой республики или мусульманина. Если вы не проявите этого уважения, я сожалею, вы не увидите никакой поддержки от нас по вопросу членства в НАТО. В ответ турки сожгли в Ангаре шведский флаг, а власти Турции отменили намеченный на 27 января визит министра обороны Пола Юнсена. Несмотря на накал страстей, в Швеции надеются на продолжение диалога с Турцией. Мы очень надеемся на выполнение этого меморандума в области безопасности, подписанного летом прошлого года, чтобы мог начаться процесс ратификации турецким парламентом, и Швеция и Финляндия могли вступить в НАТО. Для вступления в НАТО Швеции очень помогла бы поддержка влиятельной Турции, имеющей в организации солидный вес. Но после всех провокаций на это вряд ли стоит рассчитывать. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял о том, что Швеция и Финляндия станут частью альянса в 2023 году. Но для этого нужно согласие Турции. Анара Симбаева, Астана Таймс. Продолжаем. Президент прекратил полномочия депутатов Сената, сообщает пресс-службы Аккорды. В их числе Мухтар Кульмухаммед, Талгат Мусабаев и Дана Нуржигитова. Кроме того, глава государства подписал указ и о назначении ряда сенаторов. Четверо из них переназначены. Это Маулен Ашимбаев, Нуртория Жусев, Лязат Кальтаева и Оскар Шакиров. Напомню, по обновленной после референдума Конституции, президент назначает 10 депутатов Верхней Палаты Парламента. Пять из которых предлагает Ассамблея народа Казахстана. Весна не за горами, а Казахстан все еще не готов к паводкам. Проблему признал сам глава МЧС Юрий Ильин. Впрочем, высокие риски подтоплений в большинстве регионах страны. А прогнозы синоптиков неутешительные. Уже в феврале на юге ожидается температура и уровень осадков выше нормы. Кто виноват в том, что большая вода вновь угрожает казахстанцев? И что в этой ситуации делать, выясняла моя коллега Яна Гладкова. На повестке заседания правительства готовность страны к паводкам. Глава МЧС, отчитываясь перед премьером, говорит прямо. Казахстан к приходу большой воды не готов. А в зоне высокого риска большинство регионов страны. На сегодняшний день говорить о полной готовности к паводкам ситуации пока не приходится. В зоне риска подтопления остаются 255 населенных пунктов. Это более 127 тысяч домов и около 700 тысяч граждан. Речь о 13 регионах. Там риски Ильин оценивает как высокие, а в Павлодарской и области Улытау средние. Одна из причин угрозы – состояние гидроузлов. Четверть из них по стране требует ремонта. Больше всего в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Алматинской областях. Усугубляет ситуацию и халатность местных чиновников. В отдельных регионах сохраняется формальный подход. На сегодня не завершена реализация 41 мероприятия на сумму более 15 миллиардов. Этому способствует не выделение или не своевременное выделение средств из местных бюджетов. Премьер-министр Алихан Смаилов дал соответствующим органам ряд поручений и пообещал вернуться к вопросу через месяц. Только вот как бы ни было поздно. Акимам всех регионов необходимо обеспечить своевременный вывоз снега, в том числе в сельских населенных пунктах. Надо провести расчистку арыков, ливневой канализации, возведение временных земляных валов и дам. Акимам необходимо держать вопросы паводка на личном строгом контроле. Но какими бы ни были прогнозы оптимистичными или тревожными, большая вода в Казахстане каждый год преподносит сюрпризы. И остается лишь надеяться, что эта весна станет исключением и не запомнится многим казахстанцам размытыми дорогами и подтопленными домами. Яна Гладкова, Нуржан Махмутов, Алмаз Жулубаев, Олег Федоров, Астана Таймс. Лук вдруг стал востребованным товаром. И не только в Казахстане, но и за рубежом. Дошло до того, что овощи стали вывозить по серым схемам. Подозрения озвучил вице-премьер главами торговли Серик Жумангарин. В стране лука осталось меньше, чем ожидали. 150 тысяч тонн. Вот и ввели запрет на экспорт. Что касается цены, то ее повышение, судя по всему, неизбежно. Повышение, наверное, стоит ожидать. Прогнозы я давать не могу, поскольку вопрос этот достаточно субъективный. Скандал вокруг Центра психического здоровья Вактау набирает обороты. Пациенты заявили об издевательствах и в знак протеста зашили рты. Они находятся на принудительном лечении и убеждены, что крайние меры помогут изменить систему здравоохранения. А руководство лечебницы заявляет, что наркозависимые просто требуют к себе повышенного внимания. Стороны выслушала Светлана Султенгиреева. Сразу несколько из 30 пациентов отделения принудительного лечения от алкой наркозависимости зашили субъекты Вактау. Своей голодовкой они требуют пересмотреть множество пунктов от питания до качества медпомощи. В 8 месяцев мы бьемся об этом, просим. Санитары залетали, угрожали, избивали. На камерах этого нет. На камерах другие моменты есть, когда нас уже довели до крайней точки. А до этого сколько было? Во стену головой били. Чего только не было. И потом круговая порука. Никто ничего не видел, никто ничего не знает. По словам протестующих, условия медучреждения улучшаются только после проверок. Вот и в этот раз. Сразу после бунта в палатах поменяли постельное белье, говорят пациенты. И уверяют, медикам выгодно выставлять их неадекватными. С той же стороны какой-то ответ, когда уже точка кипения, когда ты уже сорвался, все взорвались. Это вот, пожалуйста, вот они психи, они наркопсихи, тут лидер наркопсихов. Мы просим человеческого отношения и нормальной работы системы здравоохранения. Но директор лечебницы заверил, не все пункты в заявлении, изложенном на пяти листах, соответствуют действительности. Мадита Канов рассказал, любое назначенное лекарство эти пациенты воспринимают агрессивно, нарушают распорядок. Главной причиной протеста стала женщина, считает глава центра. Не допускает персонал для выполнения своих служебных обязанностей. Очень много таких фактов. И это все вкрутится в отношении одного человека. Она стала свидетелем, когда один из сотрудников, один из пациентов избил санитара. Само собой, когда приехали полиция, все пациенты, они же заинтересованы, сказали, мы не видели. А соцработник стал свидетелем данного инцидента. Директор учреждения считает, что стороны уже пришли к общему знаменателю. Пациенты сняли нити с губ в надежде, что руководство Центра психического здоровья выполнит обещание. К слову, создана специальная комиссия, куда вошли сотрудники полиции и прокуратуры. Они будут разбираться по каждой просьбе, сообщили в Центре. А вот на 580 тысяч тенге оштрафовали маслозавод в Усть-Каменогорске за утечку отходов. Напомню, в конце декабря горожане забили тревогу, по улицам текли маслянистые ручьи. На соседнем предприятии рассказали, что на их территории жижа залила спецтехнику и разъела обувь сотрудников. Люди подозревали, что масло было с щелочью. Экологи взяли пробы и выяснили, что на заводе вышел из строя насос. В итоге в цехе рафинации разлилось 300 литров масла. То, что не смогли собрать, работники смыли в канализацию. Стояли морозы и замерзший продукт забил коллекторы. Экологи уверяют, для нейтрализации аварии щелочь не использовалась. Это подтверждено лабораторно. А вот очистку канализационной сети предприятие забросило. ПАЖ в пределах нормы. То есть это говорит, что среда не щелочная. В общей сложности предприятие привлечено к ответственности. Оно полностью признает свою вину. На сегодняшний момент уже частично территория зачищена. С наступления более теплых, благоприятных погодных условий проведется полная очистка. Встречи с членами первичек Аманат прошли практически во всех регионах. За два года работы седьмого созыва удалось решить немало вопросов, говорят члены партии Аманат. В их числе здравоохранение, образование, ЖКХ и коррупция. Подробности в материале моих коллег. В столице экс-депутат Масляхата Алтиншаш Табулдина встретилась с представителями первичной партийной организации «Булашах» при партии Аманат. Она представила итоги двухлетней работы. За эти годы, говорит, удалось решить не только вопросы здравоохранения, но и социальные проблемы. Впервые в этом районе газ запустили, увеличили именно для инвалидов, для пенсионеров, для малоимущих людей именно доплату в виде 413 тысяч тенге. И эти доплаты тоже помогли. Более 480 человек в прошлом году данной возможностью воспользовались. Интернет в этом районе установили тоже. Более 50 раз усилился интернет. Отчитались о своей работе и депутаты Ускаменногорского Масыхата. По их словам, прошедший год можно считать успешным. Все пункты предвыборной программы выполнены. Удалось решить проблемы с ЖКХ, образованием и благоустройством. Встречи с населением проводим на постоянной основе практически ежемесячно. Проводим встречи на различных площадках, где люди задают действительно вопросы, которые насущие, которые мы как депутаты можем решить. Это наша задача. Мы потом стараемся эти вопросы отработать с городскими структурами, где-то своими силами решить. А в Алматы члены Общественного совета по противодействию коррупции при партии Аманат выявили самые коррумпированные ведомства. В их числе Алматинский департамент полиции и налоговый комитет. Партийцы на регулярной основе проводят с нарушителями профилактические работы. Кроме того, предлагают новые эффективные методы в борьбе с мздоимством. Например, повышение зарплаты в госорганах. Все-таки низкая зарплата сотрудников полиции, налоговых и других служб, премьерационных заработной платы 120 тысяч тенге. Это толкает на совершение каких-то правонарушений. Мы выносим свои рекомендации, какие риски в том или ином управлении, Акимате, либо в департаменте, где могут толкнуть к совершению правонарушений. Члены первичной партийной организации «Каспкер» при партии «Аманат» также провели встречи в Атыраусской области. Мы работали над реализацией программы «Партия Аманат». Над такими программами, как «Узгаристер Жолы», «Жастару Тонга», «Жасыл Ель», «Келищек», «Ардагир Лерде», «Ардак Таек». Работали в тесном контакте с благотворительным фондом. Развивали спорт, религию, особенно позитивную религию среди молодежи. А также работали с районами. В завершении встречи экс-депутаты Маслихата отметили, что в центре внимания находятся вопросы, волнующие население. Граждане, в свою очередь, озвучили аманатовцам свои предложения. Терина Знасикенова, Анара Нуртазина, Ирина Якунина, Базаркуль и Зимова, Астана Таймс. Тем временем во всем мире продолжают отмечать китайский Новый год. Этот праздник длится две недели. Причем в самом Китае торжества проходят пышно, ярко и с фейерверками. Жители подниместные обычно устраивают танцы и маскарады. Для нарядов и украшений домов используют красный цвет. Он символизирует счастье. Также на Новый год в Китае дарят красные конверты с деньгами. Заканчиваются торжества праздничным фейерверком и торжественным шествием с драконами. В Казахстане пышных торжеств по поводу этого праздника не устраивают. Но нумерологи говорят, 9 февраля официально наступит год черного водяного кролика. Он особенный, потому что должен принести спокойствие и гармонию. Кролик будет направлен на сплочение семьи, также и на качественные разговоры в семье. 2023 год задает именно большую тенденцию на обучение, на познание себя, на внимание к своему телу. Было бы идеально, если бы люди начали заниматься своим здоровьем. Уважаемые телезрители, на канале Астана ТВ премьера нового индийского сериала под названием «Тахдер Талкаса». История о девочке-подростке, которая выросла в любящей и дружной семье. Но в один день ее мать умирает, а отец оказывается в тюрьме. Теперь главной героине придется выживать в непростых условиях самой. Как она справится с этой задачей, смотрите каждый день в 21.55. На этом у нас все. Весь повтор вы сможете увидеть на сайте. Я прощаюсь с вами до завтра. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин